Добрый день, меня зовут Виктория. Вы на канале Таро от Вики. Сегодня мы с вами смотрим второй прогноз для стрельцов на 2024 год по астрологическим домам. Выкладываю видео заблаговременно, намного заранее, чем наступит новый год, потому что некоторые события уже текущего года могут получить свое развитие в следующем году, либо завершится. Ну так же посмотрим, какие новые события вас могут ожидать. Итак, стрельцы, что вас ожидает в 2024 году? Первый дом характеризует ваше Я. Ну что-то тут у нас переживания, какие-то терзания. Дальше будем смотреть, с чем связан такой негатив. Это и внутренние переживания довольно-таки существенные. Если говорить о нашем внешнем виде, то можем быть недовольными тем, как мы выглядим. Ну дальше будем смотреть. Но в целом настроение, конечно, такое у нас печальное. Все-таки давайте дополним, что же у нас так сразу пошло. Двойка Пентаклей. Это неуверенность, переживания, связанные с неуверенностью в себе. С непониманием, как быть, как поступить, как жить эту жизнь вообще. Вот что-то. Это неуверенность. Это усталость от того, что вы не знаете, какое решение, например, принять, какой выбор сделать. Это усталость, да. Это скорее усталость по прошлому году. Ваше внутреннее от сомнений. Это вот усталость от сомнений, безусловно. Так, давайте смотреть, где же у нас, как говорится, собак зарытый и с чем все это связано. Ну что там за сомнения, какие сферы жизни у нас так хромают, чтобы так печалить стрельцов много уважаемых. Второй дом. Дом финансов. Вот они тут. Лезут у нас страхи. Страхи о том, что нам не хватит денег. Страхи о том, что нам не прибавят зарплату. Переживание о том, как бы нам вообще не потерять наши доходы. Давайте спросим, а не обоснованные эти вообще страхи повешенные. Ну и да, и нет. Обоснованные в том плане, что нет того развития, которое бы вы хотели. Нет, не прибавляет начальник зарплату. Нет того места работы, которое бы вас устраивало по финансам. Но это ваши внутренние мысли. И это застой временный, безусловно. Повешенный у нас не будет всегда висеть. У нас дальше повесит, получит развитие. Он не может висеть у нас вечно. Это по старшим арканам, я думаю, это ситуация, переходящая с предыдущего периода. Два старших аркана выпало на эту позицию. Говорит о том, что это очень серьезные события в данном доме разворачиваются. Скорее всего, они уже тянутся давно. То есть ситуация, да, вот она у нас зависла, затянулась. Но больше я вижу, что это ваши внутренние переживания. Мы дальше посмотрим, может быть, что-то там у нас в развитии получится. Уже вот два дома, и у каждого дома дополнительную карту доставала. Скорее всего, ваши вот эти вот сомнения и страхи связаны именно с деньгами. Третий дом. Связи, коммуникации, общения. Королева кубков. Если вы женщина, это какая-то ваша близкая подруга, может быть, мама, ближайшая родственница. То есть это очень близкий к вам человек. Если вы мужчина, то это женщина. Это может быть знакомство с будущей супругой. Это может быть хорошая подруга. То есть год будет ознаменован общением именно с близким человеком. Либо знакомством с таким человеком, если вы не в паре. Посмотрим дальше еще седьмой дом. Что там нам дом покажет. Но это либо знакомство, либо общение преимущественно с женщиной близкой. Посмотрим, что в вашем доме. В четвертом доме. Четвертый дом – это атмосфера в доме. Собственно, ваш дом, квартира и люди, которые проживают вместе с вами. Семья. Здесь не убавить, не прибавить. Это гармония в семье. Удовольствие от общения с детьми, с супругой или супругом. То есть со всеми домочадствами, с людьми, с кем вы проживаете. Дом полная чаша, радость, счастье. И по этому дому я могу вам сказать, что денег-то вообще-то вам хватает. Потому что все сытые, обутые, одеты, накормленные. И даже веселятся и развлекаются. Значит, денег-то хватает на все. На содержание семьи. То, чтобы жить в удовольствии, собственно говоря, означает это следует... Из этого следует, что вот ваши страхи и переживания связаны с того, что вы хотите больше, а у вас больше не получается. А больше пока не получается. Давайте смотреть дальше. То есть все уже не так плохо, как начиналось. Скорее всего, это именно нагнетение мыслей вами о том, что ситуация негативная. Но она не настолько ужасна или страшна для того, чтобы, собственно говоря, так убиваться. Давайте посмотрим дальше. Пятый дом. Дом творчества, хобби, увлечения. А также дом детей. Королева мечей. Если вы женщина, смотрите видеорасклад, то вы можете продолжать заниматься своим хобби, но без особого энтузиазма. Так прохладно и как-то отстраненно. То есть вы можете на автоматом вязать дальше двухметровый шарф какой-то. Ну, это пример, конечно. Ну, не получать от этого какого-то удовольствия. Это как-то, ну, не то что рутинно, но может быть даже и рутинно какое-то занятие. То есть карта говорит ни да, ни нет на ваше хобби. Ну, кто-то, знаете, кто-то может перестать заниматься любимым делом. Кто-то может заниматься им, но оно не будет приносить вам удовольствия. Как-то вот все на автомате. Потому что, наверное, может быть мысли вот эти вот угнетают, мешают. Если вы мужчина, ну, тут смотрите, скорее всего в мыслях будет больше супруга. Хотя это дом нулев, в том числе и дом льва, пятый дом. Это в том числе также дом отношений. Даже где-то интимных. Тоже по пятому дому это просматривается. И вас может занимать, что вот ваша половинка от вас отстранена. Давайте еще потом посмотрим седьмой дом. Хотя вот здесь вот у нас общение с женщиной в том числе. Ну, в общем. В общем, если вы мужчина, ваши мысли полностью будет занимать женщина. Одна и та же это женщина или нет, ну, здесь сказать сложно. Если это одна женщина, то ее холодное поведение, как вам кажется, это будут только ваши мысли. Опять может быть, потому что мысли на негативе. На самом деле она к вам расположена. То есть здесь вот, если для мужчин расклад, то здесь недотворчество. И здесь в голове женщина. Но если это ваша супруга, опять же, супруга, подруга, там, в зависимости от того, в браке вы или нет. Вам кажется, что она тут как с мечом, как воинственно против вас настроена. На самом деле нет. На самом деле заботлива. Поэтому здесь как-то у вас не до хобби. Здесь опять же семья вот в голове. Вот для мужчин однозначно семья и супруга в голове. Что вот, что третий, что четвертый, что пятый дом. Но если женщины смотреть конкретно хобби, то, ну, так, не жарко, не холодно вам от вашего хобби, досуга. Поэтому, может быть, имеет смысл заняться чем-то другим. Но, опять же, занятие без удовольствия вашим привычным делом, ну, может быть, в том случае, если, опять же, вот ваши мысли вас угнетают. И, как бы, как можно расслабиться и помечтать там. Если вы пишете картинку, да, вот тут вот в голове, что тут я никак решение принять не могу, да. То есть творчество это не ваше. Но для мужчин, я говорю, все в голове о супруге, либо о подруге. Тут сумбурный расклад, но потому что в мыслях сумбур и страхи. Поэтому вот как-то вот недотворчество, либо мы видим одно холодность, а на самом деле у нас другое. Поэтому вот уже расклад говорит о том, что через вот этот вот негативный мысль вы и поведение других людей, и обстоятельства можете воспринимать не так, как они, какие они есть на самом деле. То есть вам может все казаться в мрачном свете. Вот задумайтесь об этом. Так. Шестой дом. Дом здоровья и работы. Здоровье хорошее. Король кубков. Ну, если опять в крайности впадать, если кто-то там увлекается кубками, да, алкоголем, я имею в виду, то вот здесь вот опять же увлекайтесь так, чтобы голова на следующий день не болела. Вот. А так в целом здоровье хорошее. Если говорить о работе, здесь важным будет коллега мужского пола, очень похож на начальника, потому что все-таки король, который будет влиять на вашу работу. Давайте посмотрим, как он будет влиять. Семьорка. Жезлов. Вот опять эта карта, смотрите, здесь человек борется с тем, чего нет. Вам может казаться, что он вам чинит какие-то препятствия, но на самом деле это не так. И все опять упирается в ваши мрачные мысли. Все-таки король кубков – это такой благожелательный король. И если что-то он вам говорит, вы можете это воспринимать как препятствие, может быть, какие-то обижаться можете на него. Но на самом деле вам следует вот везде здесь следует пересмотреть то, как вы воспринимаете людей и информацию. Что еще? Давайте посмотрим. То есть вы его воспринимаете не так, как оно есть опять на самом деле. Это семерка жезлов, это борьба с невидимыми врагами. То есть их нет, а вы боретесь с кем? С ветряными мельницами. Что еще здесь? Вы боитесь, что вас обманут. Видимо, уже вот опять же прослеживается связь, опять мечи у нас, мечи. Прослеживается связь с вашим первым домом. Но, скорее всего, в 2023 году, может быть, предыдущий начальник и коллега не оправдал ваших ожиданий. Вы будете бояться и опасаться того же самого на, может быть, новом рабочем месте. Мы посмотрим дальше, 10-й дом, что там по развитию карьеры. А на самом деле этого нет. То есть человек будет вести себя по-другому. Но плюсом вашим здесь является осторожность. То есть пройдя уже какой-то обманный урок прошлой жизни, может быть, и неплохо быть... Ну как... Относиться с... Ну не то, что с недоверием, но быть вооруженным против. Быть готовым ко всему, скажем так. Но здесь, опять же, вот этот человек, он вам зла не желает. Это больше ваш внутренний настрой, опасение того, что вас снова могут обмануть. Ну смотрите, если что-то, может быть, было вам обещано, но не дано, и вы можете снова этого бояться. Потому что уже, видать, собаку съели на этом. И настолько у вас вот мысли тут затуманились, что вам и другие сферы жизни кажутся не такими, какие они есть на самом деле. Так. Седьмой дом. Это дом наших партнеров по личной жизни, супругов. Вот. Карта солнца. Все у нас прекрасно. На самом деле, все вам прекрасно. Отношения... Ну, просто тут пышут жаром. Это и страсть в том числе. Огонь. Да, солнце, это у нас огонь. Я даже не буду дополнять. И опять же скажу, что вот в доме мир и лад в семье подчеркивается лишний раз яркими взаимоотношениями с супругами. То есть, если вы в браке, у вас дети, ваш вот этот вот семейный очаг будет поддерживать в том числе ваши яркие отношения, в том числе интимные отношения. Может быть, это будет у кого-то, знаете, как второе дыхание в отношениях откроется. И кто был не в паре, он обязательно встретит человека, который будет полностью соответствовать вашим ожиданиям, и с которым вы можете создать пару. Потому что у нас старший аркан – это судьбоносные события, такая основательность. Это не разовые партнеры. Ну, кстати говоря, кто не в паре, это в любом случае какие-то яркие отношения запоминающиеся. Но это не просто яркие, которые вспыхнули, и там такой роман, как яркая вспышка начался, и стремительно закончился. Здесь нет, потому что здесь это полная удовлетворенность от отношений. А следовательно, это то, чего вы искали. Ну и вот, как я сказала, для тех, кто в паре, вот изображен еще и ребенок, то есть карта лишний раз подчеркивает вашу семейную идиллию. Потому что вы как заново друг друга откроете, что ли. Причем откроете как солнце, как ценность. Не как вот, например, было у кого-то в раскладе, кто-то там открыл друг друга заново, увидев недостатки партнера, сняв розовые очки. Здесь нет, здесь не об этом. Здесь открытие партнера как солнце, как ценность, как вот осознание того, что вот какой партнер у меня ценный. И все-таки, да, если кто-то вдруг еще в этом сомневался, может быть, хоть это перекроет вашу грустную мысль, потому что старший аркан, он тут, он затмит в любом случае любой ваш негатив. И пока видно, что именно личные отношения у вас здесь продвигаются лучше данной сферы жизни, чем остальные. Хотя вот, опять же, если смотреть по деньгам, не так все плохо. Больше ваше то, что вам кажется. Потому что уже говорила, что в доме полная чаша. Значит, деньги есть, но не настолько большие, как бы вам хотелось. Восьмой дом – дом неприятностей, а также больших неожиданных денег. Неприятностей нет. Опять же говорю, все у вас надумано. Более того, это шанс на неожиданное получение денег. Именно пентаклевая мазь. Давайте спросим, каких денег? Каких таких неожиданных денег? Откуда они могут прийти? Тройка кубков. Ну, это какой-то коллектив людей. Группа людей. Посмотрим сейчас следующую там сферу работы. Ну, это шанс. Ну, опять же, тут нет неприятностей. Все ваши опасения надуманы. Вы боитесь того, чего не существует. Даже если у кого-то выпадают какие-то мелкие неприятности и переживания у других знаков садяк, у вас здесь вот нет причин к тому, чтобы так переживать. И опять же, говорят о том, что вот в начале года у нас вот так все пошло-пошло. Туго-туго. Все, в мыслях. А вот этот, кстати, человек, он скорее будет вам помогать, чем мешать, но вы будете уже бояться. Ну, здесь довериться ему, либо оставаться на страже, дело ваше. Потому что опыт прошлых лет, он нам дается не просто так, а для чего-то, да. Опять же, чтобы понимать, чтобы не столкнуться с такими ситуациями впредь. Девятый дом. Дом поездок, путешествия, достижения цели. Нет, поездок, я вам никаких таких особых не состоится. Вряд ли вам в этом году удастся хорошо отдохнуть, куда-то съездить, в отпуск. Нет. Поездки – это не ваше в 24-м году. Давайте смотреть ваш 10-й дом. Это проблежение к служебной лестнице. И амбиции ваши, да, ваш статус. Что здесь нам расскажут карты? Девятка жезлов. Есть некоторые препятствия для того, чтобы достигнуть того, чего вы хотите. Опять же, давайте посмотрим. По работе я имею в виду, что тяжело, очень тяжело пробиться. Прямо тяжело пробиться. Видать, вы какое-то такое загадали себе место, или такую компанию, где вы хотите работать, ну, куда очень тяжело пробиться. И, скорее всего, вы будете над этим работать. Потому что, ну, загадываемый период год, 24-й. Вот здесь человек, который несет 10 жезлов. Это что-то вот взвалил на себя нож и идет. И карта не говорит о том, что это невозможно. Может быть, это не осуществится в данный период, но работать вы над этим будете. Так, давайте посмотрим достижение цели. Судя по всему, цель вашего года – это деньги, которые у нас тут хромают по второму дому. Вот тут ваши все страхи. И что тут связано с работой. Потому что недоверие. Проблемные дома – это финансы и карьера. И работа также. Давайте посмотрим цели, главные цели года. Вот эта карта Шута. Она тут вас показывает, как новичка. Так, давайте дополним, что тут новичка. Ну вот опять карта разочарования, пресыщенности. Как будто вы наелись уже предыдущей какой-то ситуации. И вы начинаете заново. То есть все, к чему вы шли раньше, видать, вы этого не добились. Своим страхом. Опыта набрались. И теперь вы, знаете, как страдаете от того, что вам придется все начинать заново. Вот та цель, которой вы шли, по работе, я думаю, скорее всего, деньгам придется начинать заново. А вы немного устали. А вот следует обратить внимание, что на карте четверка кубков всегда есть, ну, как правило, на классических таких изображениях, либо приближенном к классическим таро, всегда есть рука, которая протягивает нам шансы кубок. А мы его не видим. И карта говорит о том, что не упустите этот шанс, потому что из-за вашей усталости вы можете просто его не заметить, а он есть. Это как было такое изображение. Долго в интернет гуляло, когда две параллельных картинки, когда два землекопа копают, 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 и на пути к бриллианту или к ладусу, сокровищам. И один бросает там в десяти сантиметрах от сундука копать, да, и разворачивается, уходит, а другой упорно продолжает копать, копать, копать. И вот тот, кто шел до упора, не покладая сил, кто все равно стремился, несмотря ни на что, тот все-таки до этого сундука добирается. Поэтому здесь вот карта намекает о том, что да, это очень неприятно, придется начать все сначала, если вы хотите достигнуть своей цели, но придется начинать сначала, потому что такая вот ситуация сложилась. Ну вот так, так получилось. И поэтому здесь у нас, и здесь трудный путь по десятому дому, девятка жезлов – это препятствие, десятка жезлов – это тяжелый путь. Опять же, смотрите, две карты в связке, они, если их смотреть в ряду жезловой масти, то эти препятствия не являются окончательными. Все равно у человека открыта дорога, просто ему придется пройти опять сложный, тяжелый путь. Но дорога-то она есть, такая вот немного извилистая тропинка, и так-то по ней непросто, наверное, подниматься с такими широкими ступенями. Но это путь, вот он, к пункту назначения вашему. Попробуйте без жезлов дойти по этой извилистой тропе. А если с жезлами, с грузом прошлого опыта, и еще вдвойне тяжелее себя донести туда, так еще и охапку жезлов. Кстати говоря, пришла мысль о том, что стоит ли эти жезлы тащить. Я имею в виду, если эти жезлы рассматривать как груз прошлого опыта, ну, смотреть опять вам виднее, потому что где-то, конечно, он пригодится. На что-то, может быть, следует оставить в прошлом, чтобы путь себе этот облегчить. Поэтому не упустите этот шанс от усталости вашей. Рискните начать заново, потому что в восьмой дом все эти шансы вам дает. Вот тут вот не забудьте, шанс он вам дает. Опять же, да, если мы смотрели, вот откуда могут прийти большие деньги, это также может быть и шанс на... Вместо неприятностей по восьмому дому может, наоборот, дать вам шанс к развитию. Только вот не проглядите его, не упустите. Двенадцатый дом. Дом духовности, религии, а также дом секрета и тайн. Давайте посмотрим, может быть, какие-то секреты нам откроют. Вот для вас секрет в терпении. Секрет в терпении, в ожидании. Представляю, как может это раздражать, да, когда вот особенно с такими мыслями, ну сколько можно, ну сколько можно терпеть. Ну, я ничего не могу поделать. Колода вам сама говорит. Терпение, терпение, терпение. Это вот, я думаю, что это ваш секрет к достижению целей. А если говорить о духовности, ну это опять же время вам подумать, почему так сложилось, почему вы не достигли вашей цели раньше, почему вы его сейчас так сильно переживаете. Расклад начался очень грустно, чуть ли не драматично. Но вот восьмой дом скорпиона, вот тут вот, обратите на него внимание, это ваш шанс к достижению цели. Даже вот ваша усталость, но кубок с протянутой рукой. Это ваш шанс к достижению цели. Не упустите. Вот здесь расклад говорит о том, что вы добьетесь своей цели. Но достанется она вам тяжело. Тяжело достанется. И опять же, не забывайте, что ваш дом, ваша крепость. То есть ваша семья – это ваш тыль. И она вас здесь поддерживает. Это очень важно в данном раскладе. Я думаю, это как вот фундамент как раз, да, для достижения вашей цели. Ну, единственное, что вам не случится, это отправиться в путешествие, может быть, в отпуск, в страну, какую вы там мечтали поехать. Ну, здесь, я думаю, у вас сейчас вопросы поважнее есть. Разобраться с внутренними переживаниями, со своими мыслями. И найти в себе силы, чтобы двигаться дальше. А силы вы можете найти в семье. Силы вы можете найти в семье. И давайте посмотрим тринадцатую позицию, на которую я не загадываю вопрос, смотрю, что колода расскажет сама. Мечтайте, представляете. Вот живите не негативными мыслями, а мечтами. Вот взгляните на небо, и как в детстве мы представляли, что это облако похоже там на мишку, это на зайчика, это на конфетку, там какого-что. А вы вот попробуйте в своем воображении представить о том, что вы добились своей цели. И вот если увидите такое небо в облачках, оно светлое, конечно, не с тучами, то вот попытайтесь представить. То есть визуализируйте вот эти вот, как сейчас говорят, чтобы вспомнить желание, его надо визуализировать. Живите представлениями о том, что вы достигли своей мечты, но не о том, когда вы потерпели неудачу. Так что расклад непростой, но многообещающий для вас. И в целом такой также достаточно сильный. Пишите, что вы думаете по этому раскладу. Ставьте лайки, если он вам понравился. Подписывайтесь, кто не подписан. Смотрите другие видео с другими знаками зодиака для ваших близких, родственников. И всем спасибо. До свидания.